Ну, наверное, чудо, чтобы я появилась вообще на свет, потому что папа у меня был летчиком-разведчиком в танковой армии Ротмистрова, и восемь раз он только падал в горящем самолете, в том числе и в воду, в реке, и на оккупированной территории. И он остался жив, и все говорили ему, что если он летит, то он вернется. И мы поручали самые сложные задания. Ну, и маме с бабушкой тоже было не сладко в Киеве во время оккупации. Но Господь сохранил их, и вот появилась я на свет. Ну, что, какие чудеса? Да, вся жизнь чудеса. Да, интересно, 28 августа 1968 года я должна была разбиться. Нас вместо керосина заправили бензином. Ну, Господь такой чудесный. На Литаку разбился? Да, да, да. На 13-й минуте полета мы летели из Донецка в Жданов. А вы претевали стюардессы, так? Да, да, в молодости. И обнаружили это случайно. Знаете, как? Уже все пассажиры сидели в самолете, мы уже готовы были выруливать. Механик, который заправлял заправщик, попросил разрешение помыть руки в нашем туалете, в самолете. А вот инженер говорит, слушай, а почему тебе бензином пахнет? И когда он говорит, я залез туда на крыло, в танк посмотреть, говорит, вот есть выражение, волосы дыбом встают. Говорит, вот они у меня под фуражкой стали дыбом. У нас там получилась такая история, ямы там с горючим, а там еще в это время работала поршневая авиация, они заправлялись бензином и перепутали маркировки. Перед нами один самолет улетел, но они летели в Днепропетровск, у них хватало керосина, он тяжелее бензина, они благополучно сели. Вот это такой случай был. Потом интересный случай чудеса Божьего, знаете, действительно браки совершаются на небесах, и получилось так, что мы с моим мужем на год разминулись. Я пришла в Жулиан и летать в 66-м году, а он в 65-м году из Жулиан, он летчиком был, командиром корабля, он в 65-м году из Жулиан перешел в Борисполь. Потом мы с ним были в одном месте, практически в одно время, в Карпатах, в гостинице «Беркут», он уехал днем, а я приехала вечером. Но Господь решил все-таки нас соединить, и поэтому он поселил меня в доме напротив моего мужа. Он на первом этаже жил, а я напротив в 16-этажном доме на 11-м этаже. У нас, правда, очень много было общих знакомых, но получилось. Потом вообще чудо, я до сих пор с содроганием вспоминаю, чудо появления на свет моей дочери. У меня были проблемы небольшие, и главный врач больницы, в которой я лежала, заставлял меня сделать обор. Тоже, это действительно Господь настолько чудесный, настолько чудесный, я не перестаю им восхищаться. Я, конечно, переживала, плакала, я долго ждала этого, у меня уже имя было для дочери, я знала, что у меня будет дочь, я хотела очень дочь. Вот такая. Да, и мне назначили практикантка, должна была утром процедуры эти делать. Я думаю, практикантка ничего знает, ничего не умеет, и думаю, вдруг она что-то нарушит, и я потом ничего не смогу забеременеть снова. И я пошла к опытному врачу вечером попросить, чтобы она меня приняла. Она тоже была очень мудрая женщина, она сказала, ну, что бы, назначили этой практикантке, и вот эта врачебная этика, и все. Что вы думаете? Я до ночи, конечно, не спала, прибегает ко мне эта девочка утром. Я ее помню, всегда буду помнить, она говорит, я вас очень прошу, не соглашайтесь, не соглашайтесь. Если не суждено этому ребенку родиться, он все равно кем-то образовывает, и я так ей благодарна. Так что у меня замечательная дочка, Леночка, да.